Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Во-первых, он опасен. Во-вторых, это эстетически некрасиво. Как в фильме ужасов. Надземный переход на раздольный требует ремонта. Переправа превратилась в развалины. Кто выделит средства на реконструкцию и когда приступят к работам? Насколько безопасной может быть покупка арбуза? Специалисты Россельхознадзора проводят мониторинг качества бахчевых культур на торговых точках города. Подробности расскажу я, Сергей Прошкин. Эта акция имеет место быть и она будет продолжаться. Не грустный праздник. Волонтеры в период самоизоляции поздравили юную орловчанку с днем рождения. Какие сюрпризы преподнесли? В непогоду въезд воспрещен, а если быть точнее, невозможен. Кто взялся помочь жителям Балтийского переулка решить проблему с дорогой, которой, как оказалось, вообще не существует? Об этом расскажу я, Анастасия Гришина. В Орле 33-летний мужчина погиб при пожаре. ЧП произошло сегодня днем на улице Паровозной. По предварительным данным, причиной пожара могло стать курение в квартире. По прибытию к месту вызова первого пожароспасательного подразделения было обнаружено плотное задымление как в подъезде, так и задымление происходило из окон квартиры на втором этаже. Огонь вспыхнул в зале, загорелся шкаф и диван, затем пламя распространилось по всей квартире. Спасатели вынесли пострадавшего на улицу и передали медикам. Впоследствии он скончался в карете скорой помощи. По словам соседей, мужчина злоупотреблял алкоголем. В Орле разрушается надземный пешеходный переход на улице Раздольной. В мэрии обещают потратить на реконструкцию солидную сумму. Местные жители иллюзий не питают. Люди говорят, что это место облюбовали вандалы, которые нанесли значительный ущерб в постройке. Наталья Пехтерева выезжала на объект. Разруха, бардак и грязь. Этот надземный переход на улице Раздольной сегодня выглядит ужасающе. Это пример бесхозяйственности и вандализма. Его построили пять лет назад. За эти годы сооружение, призванное обезопасить пешеходов, само стало опасным. Тут не только в сумерках днем страшно ходить. Вандалы и плохое содержание сделали свое дело. Декорация для фильмов ужасов, говорят орловчане. Дыры и трещины приобретают катастрофические масштабы. Я думаю, потому что администрация все равно. И все. Потому что это все публикуется, это обращения идут к ним лично в сети. Никакой ответной реакции нет. Неадекватные люди, которые все это разбили. У нас, наверное, не стоит на этом ничего делать. Во-первых, он опасен. Во-вторых, это эстетически некрасиво. Очень много людей переходят, сама работают здесь. Поэтому хотелось бы, чтобы приняли меры и отремонтировали. В администрации города проблемы знают и даже обещают принять меры. Есть и конкретная сумма, которая требуется для реконструкции перехода. Сегодня в рамках работ по содержанию уличной дорожной сети заключен контракт. И эти работы будут выполнены до конца текущего года. По условиям контракта, работа должна быть выполнена до 30 декабря. Стоимость этих работ составляет порядка 1 миллион 100 тысяч рублей. Заключается не в том, что будет заменено покрытие, выполненное из сотового поликарбоната. Ну, соответственно, и приведение покраски металлических конструкций, и приведение его в надлежащий состояние. Как бороться с вандалами? На этот вопрос ответа нет. Может использовать систему видеоконтроля? Системы видеонаблюдения там нет. Она была когда-то, но сегодня она не работает. Поэтому тут боюсь, что даже установка видеокамеры этой, оно ничего не решит, потому что тоже очень быстро снимут. А камеру за камеру не поставишь. Есть, кстати, и другие примеры. На объездной на Итальянской аналогичный объект в довольно-таки приличном состоянии. Ответа два. Или вандалы там не ходят, или дорожники, отвечающие за федеральный участок трассы, где расположен переход, поддерживают его в надлежащем состоянии. Но и тут не обошлось без проблем. Во время дождей подходы к лестницам всегда затоплены. Наталья Пехтерева, Андрей Борискин, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной. Еще один детский сад Ясли появится в 909 квартале Орла. Рассчитан он на 120 мест. Учреждение позволит избавиться от очередей в дошкольной образовательной организации нашей области. Здесь появились люди, которые выпиливают такие сорные деревья и так далее. Наконец-то я понял, что в 909 квартале реализовывается долгожданный национальный проект. Национальный проект, который можно пощупать. Обратите внимание, вот площадка. На этой площадке появится в кратчайшие сроки, где-то, по-моему, полтора года, Ясли сад. Подготовка земельного участка находится в активной стадии. Сейчас подрядчики занимаются расчисткой площадки под застройку между домами 56 и 62 по улице Планерной. Удаляем деревья, поросль, все это вывозим. Дальше зайдут строители, будут здесь уже копать котлован и вести строительные работы. 226 участков дорог, 176 дворовых и 35 общественных территорий предстоит благоустроить в этом году в Орловском регионе. Работы стартовали почти везде. Пять общественных территорий уже отремонтированы. Выполнение программы дорожных работ Андрей Клычков обсудил на совещании с главами муниципальных образований. У нас на сегодняшний день общее освоение в этой сфере составило 767 миллионов рублей. В целом ситуация под контролем, но мы с вами каждое совещание, по сути, будем уговорить, надеюсь, решим эти все вопросы в части ряд проблемных подрядчиков. По итогам прошлой недели обсуждения, выявления проблемных объектов и подрядчиков, мы видим, что ситуация в положительную сторону не изменилась. В дворовых территориях 40% завершены в настоящее время работы. Из них основную долю занимает город Орел. 23 объекта. На пяти общественных территориях также завершены работы в Дмитровском, Колпнянском, Крамском, Ливенском и Орловском районах. Работы не начато, к ним не приступили. На 20 дворовых территориях. 18 город Орел. Один город Ливный. Один Залегущинский район. И на двух общественных территориях в Новодеревенковском и Новосильском районах. Необходимо выполнить не менее 80% к концу июля по данному направлению. Напомним, Андрей Клычков лично проинспектировал ход работы в Орле и Знаменском районе. Глава области напомнил, что сроки и качество работ на первом месте. Не прекращается в областном центре война Орловчан за комфортные условия проживания. В очередной раз обратились за помощью к депутату регионального парламента Михаилу Вдовину, жителям Балтийского переулка. Проблема в дороге к жилым домам, а также контейнерной площадке, которая в непогоду просто исчезает. Анастасия Гришина побывала на встрече. Местные жители засыпали мэрию жалобами. Письма отправляют с 2014 года. Причина – изжившее свой век дорожное полотно по Балтийскому переулку. За 6 лет попыток решить проблему только отписки и предложение рассмотреть вопрос позже. Например, в следующем году. В период осенне-зимний, весенний период, когда погода плохая, очень грязная, люди не могут попасть, вынести мусор от своих домов. Машины, которые здесь проезжают, практически днища у них в грязи. И с 2014 года этот вопрос поднимается регулярно в переписке с администрацией. И с года на год обещания идут, что мы эту дорогу сделаем. Правда, на встрече, куда был приглашен представитель городской администрации Дмитрий Ветров, чиновник внезапно заявил, такой дороги на кадастровой карте Орла вообще не существует. А значит, и проблемы нет. Депутат ЗАГС собрания Михаил Вдовин парировал. То, что он в регистре не стоит, я первый раз слышу. Честное слово. Вы можете посмотреть? Нет, первый раз. Тогда все люди, которые нам отвечали, некомпетентные люди. Бездельники, тунеядцы. Заместители главы администрации города. Все, кто отвечали нам, это абсолютно, еще раз повторяю, люди некомпетентные, по меньшей мере. Это самые мягкие слова. Почему тогда? Кто у нас? Игнатушин. Дальше кто еще? Ванифатов. Ванифатов. Гришин. И Злобин. Злобин. Михаил Вдовин предложил жителям по итогу собрания составить протокол и посоветовал направить документ в администрацию Орла для скорейшего решения проблемы. Иначе как яблоко раздора этот участок и не назовешь, что и было, собственно говоря, продемонстрировано на встрече. Попадет ли эта дорога на кадастровую карту и решится ли проблема, будем следить. Анастасия Гришина, Ирина Волкова, телеканал Первый областной. Орловчанам больше не нужно оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля этого года. Пенсионный фонд самостоятельно пришлет его номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис начал работать на портале госуслуги. Стоит отметить, что семьи, усыновившие детей, по-прежнему для них сохраняется заявительный порядок получения СНИЛС, поскольку все необходимые документы усыновители могут предоставить сами. Я же отмечу, по ФРП Орловской области с 1 октября 2019 года вместо привычного ламинированного СНИЛС выдают электронное уведомление о регистрации в системе индивидуального персонифицированного учета. За первые сутки работы сервиса, личный кабинет родителей доставлена информация о СНИЛС 5300 детей. Избирком запретил общественному движению граждане Орла выдвигать кандидатов на выборы в горсовет по единому списку. Такое решение приняли накануне на заседании избирательной комиссии областного центра. Напомню, граждане Орла выдвигали четырех кандидатов по округам и 22 по единому списку. Теперь общественники смогут выдвинуть только четырех кандидатов. Этот список утвердил избирком. В нашем регионе количество открытых счетов из КРУ приблизилось к 800. Напомню, год назад застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Теперь средства поступают на специальный счет в банке и хранятся там до тех пор, пока дом не будет сдан. Подробности знает экономический обозреватель первообластного Анастасия Гришина. Настя, привет. Какую эффективность показал новый механизм за год? Можно ли промежуточный итог уже подвести? Вика, привет. За год действия реформы банки страны начали активно бороться за хороших застройщиков. Поясню, теперь подрядчики возводят дома за свои средства или кредитные. Итак, с начала 2020-го количество открытых счетов из КРУ в Орловской области увеличилось почти в четыре раза. Но столько же выросла и общая сумма средств, которую зачислили на эти счета. Сейчас цифра приближается к отметке в 1 миллиард 400 миллионов рублей. Между тем, на строительство объектов застройщики взяли в Орловских банках 8 кредитов на общую сумму более 2 миллиардов рублей. А вот примерно 6,5 миллиардов рублей хочет взять в кредит правительство региона. По этому поводу проведут аукцион. Полученные деньги планируют направить на снижение расходов на обслуживание госдолга. Ранее для этих целей администрация уже брала кредит под 6,5% годовых. Новый долг покроет старый. Возвращать заем власти будут уже по сниженной процентной ставке до 5,5% годовых. Налоговая инспекция проведет вебинар. 23 июля в 11.00 специалисты управления в режиме онлайн расскажут орловчанам об особенностях исчисления имущественных налогов в 2020. А также поговорят о преимуществах электронных сервисов. Адрес входа на вебинар указан на официальном сайте регионального УФНС. Орловчан приглашают поучаствовать в ежегодном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Региональный этап уже стартовал. Заявиться могут организации, желающие поделиться опытом в ведении корпоративной политики, навыками в работе с персоналом, улучшениях условий и охраны труда. Документы будут принимать до 1 сентября в региональном департаменте социальной защиты. Победители первого этапа представят нашу область на федеральном уровне. На этом у меня все. Спасибо. С новостями экономики нас знакомила Анастасия Гришина. Такие карантинные объекты, как Амброзия и Павелико, активно распространены в южных регионах России, например, в Краснодарском крае. Именно оттуда в наш регион приезжают арбузы и дыни. А за контролем качества бахчевых активно следят специалисты Росрехознадзора по Орловской и Курской областям. Как мониторят сладкие ягоды, знает Сергей Прошкин. На центральном рынке Орла партии продуктов поступают ежедневно. С такой же периодичностью в специальной местной лаборатории происходит контроль качества. Под прицел попадает все – от мяса до овощей и фруктов. Особенно следят за содержанием натрия в сельскохозяйственных товарах с помощью селективного метода. Здесь понадобится прибор под названием иономер. И вот как он работает. Ионы нитрата натрия выделяются в навеске, а затем хлоросеребряным электродом они просчитываются. Просчитываются они в миллиграммах на килограмм. На мониторе показывает, какое количество данного химиката есть в продукте. А затем мы сравниваем с таблицей таблицы предельно допустимого содержания нитратов вот такой вот плодовой овощной продукции. Тест на содержание нитратов продукции занимает всего 10 минут, поэтому долго ждать не приходится. К примеру, вот этот арбуз уже проверен и полностью безопасен для употребления. Перед тем, как начать торговлю, каждый продавец обязан отдать свой товар на такую экспертизу. После этого можно получить специальный документ, удостоверяющий безопасность продукта. Специалисты Россельхознадзора регулярно проверяют наличие справок у всех торгующих бокчевыми культурами. Впрочем, люди не жалуются, иначе и торговли никакой не будет. Ну, у нас обязательно должна быть санитарная книжка, обязательно. Накладные, там где мы берем товар. Проверка нашей лаборатории. Они каждую неделю у нас проверяют. Ну и сертификат качества. Это привозят у нас примерно один раз в месяц. Продукцию нашу проверяют каждую неделю. Наша лаборатория. И, естественно, сертификат в каждой накладной есть. Так что мы довольны. Покупатели наши довольны и всегда бывают. Выявить карантинные организмы достаточно просто, объясняет инспектор Евгений Зорькин. В основном проверка проходит визуально. Например, арбузы должны перевозиться на растительные подстилки. В ней обычно и содержатся вредоносные семена. Иногда их можно отыскать и в земле, оставшейся на продукте. Все это хорошо знают и сами торговцы. Они должны будут на столу лежать. У нас арбузы все проверены. Все как из лаборатории, все как положено. Поставщики постоянные. Они в основном все документы всегда берут. Уже знают, где что брать, какие документы должны быть на продукцию. Также смотрят за свои продукты. Так как они заинтересованы, чтобы у них не было обнаружений. И не было никаких протоколов на них составлено. Так же, чтобы продукция была качественная, чтобы у них были покупатели довольны. И в принципе в этом году и не было ни выявления ни карантинных организмов, ни выявления санкционной продукции на оптовых базах и рынках в городе Орле не было. Если вредоносные семена были обнаружены, инспектор везет их в лабораторию на экспертизу. В случае подтверждения опасений, поставщика ждет административный протокол на ввоз карантинных объектов в область. Кстати, если очень хочется приобрести арбуз, но у продавца нет справки о проверках товара, то можно провести особый экспресс-тест в домашних условиях. Взять мякоть арбуза в ложечку, налить в стакан воды комнатной температуры, опустить его туда, чуть подразмять. Если вода резко будет окрашиваться в красный цвет, то, скорее всего, там нитратов очень много. Лучше воздержаться от употребления данного арбуза. Если вода просто чуть-чуть порозовеет, то арбуз должен быть хороший. Сергей Прошкин, Кирилл Иванов, телеканал «Первый областной». В день рождения всегда прилетает волшебник, а если волшебников намного больше. Добрая акция, которую придумали в период пандемии орловские волонтеры, заставила улыбнуться аж 10 необычных детей. Яркое шоу, подарки, но главное – внимание со стороны неравнодушных людей. Накануне получила 8-летняя Орловчанка. С праздником девочку поздравила и Ангелина Корсунцева. Твори добро, и оно обязательно к тебе вернется. В период пандемии орловскими волонтерами устраивается акция «Просто я работаю волшебником», целью которой является поздравить особенных детей с днем рождения. Даши исполнилось 8. В жизни радостной, полной энергии и задоры девочка. Больше всего любит танцевать и одежда розового цвета. Единственное, что отличает Дашу от сверстников – сахарный диабет первого типа. Малышка болеет уже 3 года. Она живет полной жизнью, со всеми детьми играет, и также ей хочется съесть мороженого. Ну, это можно все. Ну, главное – все считать и знать. Даша ходит в обычную школу и часто гуляет с подружками во дворе. А недавно девочка проявила себя на конкурсе детского рисунка. Я люблю кашу. Я думала, все дети любят мороженое. Это, и мороженое я люблю очень сильно. Настоящей неожиданностью для нее было появление волонтеров в ярких костюмах и с большим подарком. Эта акция имеет место быть, и она будет продолжаться, поскольку дети у нас прибавляются с каждым годом, детей становится все больше и больше, и, соответственно, и дней рождения тоже становится больше. Поэтому акцию нужно продолжать. За время пандемии волонтеры поздравили с днем рождения 10 детей. Наша категория – это особенные дети, которые особенно в этом нуждаются. Вот, поэтому мы для радости детей, для их счастливых глаз, для того, чтобы они знали, что, да, они важны этому миру, вот, что мы всегда готовы прийти и уделить им внимание, мы вот такую акцию реализуем. Для особенных ребят, а также многодетных и малобеспеченных семей, волонтеры организовывают настоящее костюмированное представление, чтобы подарить детям праздник и улыбку. Ангелина Корсунцу, Влад Кольцов, телеканал «Первый областной». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на «Экспресс-радио Орел» на 104.fm. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи. Загорелась газель. На обочине груда из корёжного металла. Будет принято профессионально решено. В отношении бездействия. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в сберегательном союзе. Надёжно. Выгодно. Ставка 8,1% годовых. Звоните 22 20 67. Урицкий молокозавод производит широкий ассортимент молочной продукции. Передовые технологии нашего производства сохраняют натуральный вкус продуктов. Попробуйте продукцию от Алёнушки, которая придётся по душе каждой семье. Спрашивайте в магазинах, на ярмарках и рынках города и области. Гипермаркет-линия Европы, Тациатол, Мясомолочный мир, Орловский каравай. Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Екатерина Морозова. 18 июля наши предки пристально наблюдали за ночным небом. Существовало поверье, согласно которому перед особенно хорошим урожаем в эту ночь Луна становится подвижной, будто перебегает с места на место. Также в ночь на 18 июля по народным приметам можно было обогатиться. Для этого достаточно показать небесному светилу кошелёк с монетками. И о погоде. В Амцинске переменная облачность. 22 градуса выше 0 днём, ночью плюс 11. В Ливнах солнечно, температура воздуха днём плюс 24, ночью около 12 тепла. В Болхове облачно, днём до 22 градусов тепла, ночью ожидается плюс 11. В Орле без осадков, плюс 23 днём, ночью плюс 12. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление немного выше нормы, 748 миллиметров тутного столба. Таков прогноз на субботу, будьте с нами на Первом областном. Наш партнёр. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 8,1% годовых. Все сбережения застрахованы. Всем насыщенных выходных. Берегите себя. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в сберегательном союзе. Надёжно. Выгодно. Ставка 8,1% годовых. Звоните 22 20 67. Компания «Ритуал-сервис» принимает заказы на памятники по антикризисным ценам. 20 лет мы работаем во имя памяти. Подробности по телефону 44 45 46. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья. Когда нужны госуслуги.ру Когда в планах свадьба. И дети. Когда меняете права или купили автомобиль. Когда надо оплатить штрафы вдвое дешевле. Или сэкономить 30% на пошлинах. Госуслуги. На все случаи жизни. Компания «Ритуал» Субтитры создавал DimaTorzok